В Москве задержан мужчина, подозреваемый в дерзком убийстве. Накануне вечером у входа в метро была застрелена молодая женщина-промоутер. Оказалось, что ее громкие призывы посетить магазин, в котором она работала, мешали отдыхать нетрезвому жителю соседнего дома. До такой степени, что тот взялся за ружье. Наш корреспондент Тимур Сиразиев побывал на месте событий. Она приглашала людей сделать покупки. В руках громкоговоритель. Он до сих пор лежит на асфальте там, где все произошло. В двух шагах выход из метро и многоэтажный жилой дом. По словам очевидцев, один из жильцов с верхнего этажа сначала угрожал девушке, а затем выстрелил в нее. Станция Люблино на юго-востоке Москвы, спальный район. В 7 вечера многие возвращались домой с работы. Анна Носова рекламировала магазин шуб и дубленок, который открылся только в понедельник. У самой девушки это был первый рабочий день. Сильный хлопок, очень сильный был. И истошный женский крик. И площадь замерла, час пик. До этого, как объясняют, что падала с этажей бутылка с водой. Сразу после выстрела выбежали коллеги. Магазин, который рекламировала девушка в том же доме. Пострадавшую занесли в помещение, но помочь ей не смогли. Полиция первым делом оцепила район и закрыла выход из метро. Была опасность, что выстрелы могут повториться. Оперативники начали обход квартир. Вход в подъезд с обратной стороны дома. На стоянке машины бизнес и премиум класса. Видно, что и сам дом новый, улучшенной планировки. Внутрь пускают только жильцов. Сейчас там работают следователи. Около девяти вечера полицейские вывели из подъезда мужчину. Предположительно, это был подозреваемый. На вопросы журналистов он не отвечал. Задержанному 59 лет на допросе он признался в убийстве. В ходе проведения обыска по месту жительства мужчины было обнаружено изъятое орудие преступления. Ружье рысь. Как установлено, шум громкоговорителя мешал мужчине отдыхать, что явилось поводом совершения преступления. Оружие было зарегистрировано. На балконе полицейские нашли истрелянную гильзу. По оперативным данным, мужчина был пьян. В рамках следствия психологи проведут судебно-медицинскую экспертизу. Подозреваемому грозит до 20 лет тюрьмы.